Ходите прямо. Послание к евреям, 12 глава, с 12 по 17 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 2. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 3. Ибо вы знаете, что после того Он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей Отца, хотя и просил о том со слезами. Размышления, часть 1. Укрепитесь. Послание к евреям, 12 глава, с 12 по 13 стих. Призыв к читателям укрепиться связан с предыдущими словами автора о том, что Бог наказывает нас для нашего блага, опустившиеся руки и ослабевшие колени, признак упадка духа и поражения. Но раз Бог все делает в нашей жизни нам на благо, нам, христианам, нельзя поддаваться подобным чувствам. Автор призывает читателей не отступать и исправить свои пути. Прямые пути в Писании означают праведную жизнь в послушании Богу. Когда мы устаем от трудностей, мы можем вспомнить о надежде, которую имеем во Христе. Он обращает нашу немощь в силу, чтобы мы могли двигаться вперед. Назовите людей, которые вдохновляют и ободряют вас на пути веры. Помолитесь за них и подумайте, как вы можете последовать их примеру, помогая другим. Здесь автор предлагает читателям ряд указаний, как сделать общину здоровой и благочестивой. Нужно приложить все усилия, чтобы быть с остальными в мире и жить свято. Потому что мир и святость – это отражение Божьей сущности. Как сорняки могут уничтожить урожай, так и горькая обида может разрушить отношения. Поэтому христиане не должны позволить ей пустить корни. Нельзя допустить разврат и безнравственность. Продав первородство за похлебку, Исав пренебрег Божьим благословением. И потом уже никакими слезами не мог исправить того, что натворил. Верующие должны серьезно относиться к святости и всегда стараться своей жизнью прославить Бога. Какие указания автора даются вам труднее всего и почему? Просите, чтобы Бог дал вам сил выправить ваши пути в этих сферах. Молитва Господи, помоги мне быть хорошим товарищем по команде моим братьям и сестрам на поприще веры. Помоги выправить мои пути, чтобы не спотыкаться. Пусть пред моим взором всегда будет награда, которую я получу, исполнив Твою волю для моей жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok